Книга «Открытым оком» 3 том. Тема природа. Вопрос 1056. В энциклопедии домашнего хозяйства пишут, что землю можно удобрять продуктами человеческой жизнедеятельности. Как это? Разве допустимо? Отвечает Игнатий Тихонович Лацин. Действительно, этот продукт ценен во многих отношениях и не только для земли. Идут опыты, как извлечь жиры из человеческих экскрементов. А их там тысячи тонн. И думаю, что обязательно этого добьются, ароматизируют и за деньги нам же продадут. В нашей деревне был участник войны с Японией и рассказывал, что когда они были в Китае, у них в поинской части были вырыты огромные туалетные ямы. Офицер уронил в них трофейные часы и сказал о том китайскому коллеге. Тот ответил, что дело поправимое, только разрешите нашим соотечественникам пройти по вашей части от ворот до места в утере. Что-то он сказал стоящему неподалеку китайцу. Тот быстро скрылся, и вот уже сотни выстрелили со своими посудинами на Карамыслах. Прошло несколько часов, и на дне глубокой ямы были найдены его часы. Нас может удерживать от этой практической пользы только наше христианство. Второзаконие 23.13 Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ее испражнение твоем. Ибо Господь, Бог твой, ходит вне стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть прят, чтобы он не увидел у тебя ничего срамного и не отступил от тебя. Но здесь ничего не говорится, на какое время можно зарыть, потому что по прошествии определенного времени все это делается как земля, совершенно неотличимая, наибольшие опасные христы. Нам преподавали, что из очистных сооружений вся эта масса выводится на поле и перемешивается с торфом, и остается лежать под открытым небом в огромных бортах 4 года, и после этого готова к употреблению, как удобрение.